В математике мы часто сталкиваемся со словом выражение. Что же такое выражение? Выражение – это запись математических действий. Сложение, вычитание, умножение и деление. Математические выражения записывают в виде либо числовых, либо буквенных выражений. Вот перед вами числовое выражение. Сумма чисел 27 и 8. Здесь же только числа. Значит, выражение называется числовое. 35 – это значение выражения. Выражения бывают с буквами. Тогда их называют выражение с переменной, то есть с буквами. Выражения буквенные записывают тоже с помощью знаков действия. Плюс, минус, умножить, разделить. И также скобок. В выражениях с переменными используются буквы латинского алфавита. Строчные буквы, то есть маленькие. Буквы. А, Б, С, Д, Е, Ф, Х, Ай, Кью и другие. Например, возьмем буквенное выражение, то есть выражение с буквами. А плюс разность чисел Б и 5, увеличенная в два раза. И обычно к таким выражениям можно подставлять их значения, то есть числа. Например, при А равно 10, а Б равно 7. Значит, вместо А мы подставляем число 10, а вместо Б мы подставляем число 7. И что же мы получим? Мы получим 10 плюс разность чисел 7 и 5 умножить на 2. Сначала мы делаем в скобочках. Из 7 вычесть 5 будет 2. Потом мы 2 умножим на 2 равно 4. И к 10 прибавим 4, получится 14. И мы говорим, что значение выражения равно 14. Как же выполнять порядок действий? Если ты видишь действия разной степени, то сначала ты делаешь действия в скобках. Потом надо делать умножение. И в конце сложение. То есть есть действия первой степени и второй степени. Если у тебя написаны только сложения и вычитания, то делаешь поочередно. Сначала к 48 прибавляешь 13, будет 61. А потом вычитаешь 27, равно 34. А если действия первой степени, то сначала ты делаешь так же, как они написаны в таком же поочередном порядке. Сначала ты делаешь умножение, а потом деление. 6 умножить на 8 равно 48, и 48 делить на 12 равно 4. То есть действия делаются в таком порядке, в котором они записаны. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok